В руках свечи и цветы, на глазах слезы. Эти люди не понаслышке знают об ужасах чернобыльской катастрофы. В разное время на ЧАЭС работало 750 крымчан, сотрудников органов внутренних дел. 360 погибло. Первыми приняли на себя мощнейший радиоактивный удар пожарные. На полыхавшую атомную электростанцию приехало 168 человек из Крыма. В их числе муж Людмилы Петровой. Ликвидировал последствия аварии больше месяца. От полученных доз облучения долго болел. Спустя год ушел из жизни. Его имя высечено на одной из шести стел погибших от радиации крымчан. Сохранилась о нем добрая самая память, как и обо всех чернобыльцев. Хранятся фотографии, сделанные именно там. Остались ребята, которые с ним были. Я хочу всем здоровья пожелать долгих лет. И пусть память о них всегда живет. Василий Турчин два года боролся с последствиями аварии. Его полк располагался в деревне Рассоха, недалеко от Чернобыля. Невидимая смерть. Если пуля попала в человека, то ее видно или осколок. А это внутри находится, и мы не знаем, что там и как там. Выдавали нам дозиметры слепые, так сказать, потом их собрали. И толком даже мы не знаем, кто сколько получил, какую дозу. По благословению митрополита Симферопольского и Крымского лазаря, протеерей Богдан отслужил литию по душам усопших жертв чернобыльской катастрофы. Память погибших почтили минутой молчания. Кто-то в этот момент вспоминал товарищей, кто-то мужа или отца, а кто-то дом, который пришлось покинуть навсегда. Из 30-километровой зоны были эвакуированы более 115 тысяч человек. Им запрещали брать с собой вещи домашних животных. Дети оставляли любимые игрушки. От воспоминаний о самой страшной в истории ядерной аварии отвлекли выстрелы. Крымчане возложили цветы к монументу жертвам чернобыльской катастрофы. Авария на чернобыльской атомной электростанции стала примером того, что ценой халатности могут стать человеческие жизни и судьбы. Будет ли дальше служить на пользу человечеству мирный атом или уничтожать все живое вокруг, зависит только от нас с вами. То, что сделали ликвидаторы, можно сравнить с тем великим подвигом советского народа, Великой Отечественной войны. Они защитили весь мир. И это в самом деле, и это невысокие слова. Естественно, за вот этот весь период сделано далеко не все, чтобы их подвиг был по-настоящему оценен. На сегодняшний день в республике проживает свыше 7 тысяч граждан, пострадавших от последствий аварии, в том числе более полутора тысяч детей. По словам Сергея Крузюка, сейчас рассматривается вопрос обеспечения землей ликвидаторов чернобыльской катастрофы. Инвалидам первой-второй группы будет предоставляться социальное жилье.